Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Недавно в проекте Cardano вышло ожидаемое обновление тестнета Shelly, которое добавило в блокчейн Cardano возможность стекинга. Что же ожидает Cardano дальше, что ему нужно делать прямо сейчас, чтобы реально преуспеть и сделать настоящий прорыв, в том числе и в плане цены на рынке. Сейчас Cardano конкурирует с Polkadot, Cosmos, Tezos, Elrond, VeChain и некоторыми другими довольно серьезными участниками рынка. Все, кого я только что перечислил, в действительности намного впереди Cardano в этой гонке доминирования на рынке смарт-контрактов. Elrond, который был запущен совершенно недавно, уже имеет дюжину партнерств в DeFi-пространстве. Polkadot запустил Mainnet еще в мае и с тех пор стал настоящим монстром в плане развития и разработок. А также появилось множество других проектов, которые были построены на Polkadot и которые стали сильными участниками криптомира. Да и в общем-то сам Polkadot имеет серьезный хайп. Экосистема Polkadot это одно из самых важных событий в криптомире за последнее время. И у меня действительно большие ожидания по поводу этого проекта. Тем не менее, я верю, что мы только в самом начале криптовалютной революции и настоящее принятие еще впереди. Так что у Cardano есть еще время, чтобы сделать что-то существенное. Отсюда и суть этого видео, что нужно сделать Cardano, чтобы не проиграть конкуренцию и оставить себе большой кусок пирога. Прежде всего я хочу сказать, что активный стекинг это очень круто. Более чем 40% от общего объема Ада сейчас находится в стекинге. Так что на данный момент сеть просто невероятно мощная в плане децентрализации и количества холдеров. Очень приятно видеть сотни стейковых пулов, которые были запущены для Cardano, обеспечивая высочайший процент децентрализации сети. Да, на разработку ушло больше времени, чем было задумано изначально, но это однозначно крайне важное обновление. И теперь все холдеры Cardano могут получать пассивный доход от владения этой криптовалютой. Еще одна важная функция, которая скоро будет реализована в проекте Cardano, это функции управления в сети. Недавно была объявлена первая стадия проекта Catalyst, который по сути является первой частью этой системы управления. С помощью Catalyst держатели Cardano смогут голосовать за будущее развитие площадки. Этакая блокчейн-демократия. Следующее обновление Voltaire привнесет в Cardano целый перечень новых функций управления. Некоторые из них будут задействованы в новом кошельке The Dallas Wallet, возможно уже в этом году. Но основная прелесть этого обновления заключается в том, что оно позволит сообществу Cardano представлять и голосовать за улучшение протокола блокчейна. Думаю, что эффективное управление блокчейном станет очень важным шагом для всех важных улучшений, которые ждут проект Cardano впереди. Также будет создана казначейская система для обеспечения долгосрочного функционирования экосистемы. Еще один важный шаг, указанный в дорожной карте Cardano, это Bash0. Это обновление усовершенствует масштабируемость Cardano и, как следствие, влияние Cardano на общей арене возрастет. Последние два пункта действительно замечательные, но в краткосрочной перспективе они не являются ключевыми для успеха Cardano. По моему мнению, есть два более важных момента, которые помогут в успехе Cardano. Первый момент – это функциональная совместимость. Я думаю, что это ключевой момент, который должен быть реализован Cardano, чтобы данный проект мог быть действительно конкурентоспособным на рынке. Вообще, это должно быть базовой функцией любого блокчейна, по моему мнению. Cardano не может существовать в изоляции. Ей нужны кросс-чейновые обмены, кросс-чейновая ликвидность и такая же кросс-чейновая доступность. Проще говоря, проект Cardano должен работать с другими блокчейнами и взаимодействовать с миром вне блокчейна. Частичная реализация этого функционала будет доступна из ERC-20 конвертера, который был предложен основателем Cardano и сооснователем Ethereum, Чарльзом Хоскинсом. Этот конвертер, исходя из его названия, позволит осуществлять простое перемещение токенов ERC-20 на Ethereum в сеть Cardano. Однако в далеких планах существует решение масштабируемости под названием Hydra, которое позволит Cardano свободно общаться с другими блокчейнами. Второй и, наверное, наиболее важный момент в сегодняшней беседе – Cardano очень необходимо попасть в экосистему, в данном случае в экосистему DeFi. Я говорю про нишу DeFi, так как там сейчас крутятся очень хорошие деньги. Команды уже работают над стейбл-коинами, над секьюрити-токенами, скорее всего еще больше проектов разрабатываются на заднем плане, о которых мы даже не догадываемся пока что. Но некоторые из них наверняка заявят о себе до конца текущего года или в начале 2021-го. По последним данным Cardano, существует команда, которая уже занимается подготовкой возможностей для предприятий, чтобы последние могли легко размещать токены прямо на блокчейне Cardano, что тоже очень круто. У Cardano будет токенизированная экономика, и работа над этим ведется прямо сегодня. Но для того, чтобы Cardano интегрировался в экосистему DeFi, что ему для начала нужно сделать? Что ему нужно иметь? Конечно же, функцию смарт-контрактов. Это приводит нас к следующему важному обновлению Cardano, которое грядет в будущем. Оно называется Гогуэн в честь Джосефа Гогуэна, ученого и программиста. Это тот шаг, который добавит в платформу Cardano функцию смарт-контрактов. Именно это в свое время и сделало Ethereum настолько мощным. Буквально все, что происходит сегодня с Ethereum, стало возможно благодаря смарт-контрактам. Именно это, кстати говоря, и привело нас в мир DeFi. Именно это стало возможностью создавать игры на блокчейне, а-ля CryptoKitties, а также создание коллекционируемых незаменимых токенов, CryptoCollectibles, токенов облигаций, токенизированной недвижимости и так далее. Все это существует благодаря смарт-контрактам. Но если для Cardano уже поздно приходить на эту вечеринку смарт-контрактов, то у нее все равно еще есть возможность привнести инновации. Например, платформу для разработки высоконадежных смарт-контрактов, которая называется Platus, и которая, учитывая уже существующие подвиги DeFi, сможет стать очень серьезным обновлением для программирования смарт-контрактов на Cardano. Также нельзя пройти мимо запуска еще одного тестнета Cardano, языка Marlowe, который позволит очень легко моделировать смарт-контракты в виде финансовых инструментов прямо на блокчейне Cardano. Это станет прекрасной возможностью для различных компаний и предприятий, чтобы осуществить первое знакомство с блокчейном максимально легко и просто. Все эти прекрасные изменения должны открыть двери для разработчиков, которые начнут свою деятельность с Cardano. Это очень критически важно для хорошего развития Cardano. То есть команде Cardano нужно объединиться с разработчиками, как, например, это сделал Ethereum, который для этой цели создал целый альянс, Ethereum Alliance, чтобы делиться наработками с разработчиками. Cardano нужно сделать подобное, так как человеческие ресурсы в свое время сыграли важную роль в лидерстве Эфириума на рынке сегодня. Cardano должен привлекать разработчиков, и прежде всего для этого нужны смарт-контракты. Думаю, что программы для разработчиков, над которыми работают в Cardano, должны привлечь внимание комьюнити разработчиков, хотя сейчас каждый серьезный блокчейн должен иметь подобный функционал. Тем не менее, я чувствую, что в ближайшие два года у Cardano будут все шансы, так как Ethereum активно работает над переходом на Ethereum 2.0. Это однозначно большая возможность для Cardano и конкурентов по типу Cardano, которые могут прийти и взять себе долю рынка. Конечно, при условии, что Cardano сможет как можно быстрее реализовать запуски обновлений, особенно обновления GoGuan, которые добавят смарт-контракты в блокчейн Cardano. Реализация этих функций закрепит Cardano в экосистеме смарт-контрактов и, соответственно, в DeFi пространстве. Однако, конкуренция с более чем дюжиной очень серьезных соперников предполагает, что такое обновление будет запущено как можно быстрее. Может быть, даже уже к концу этого года. По крайней мере, я на это надеюсь. Вообще-то, это означает, что мы сможем увидеть смарт-контракты в тестнете Cardano уже в течение месяца или двух. А также означает, что в этом году мы, скорее всего, не увидим никаких децентрализованных приложений, созданных на базе Cardano. Что по меркам криптовалютного мира достаточно долгий период времени. Ведь за это время на Ethereum и Polkadot запускается по 20 децентрализованных приложений в неделю. Поэтому, скорее всего, мы не увидим сумасшедших обновлений Cardano в 2020. Но 2021 год может принести нам сотни децентрализованных приложений на базе этого проекта. Лучшие, я думаю, еще впереди. Просто задумайтесь над этим. В начале 2018-го токен Cardano ADA стоил более 1,3 доллара, исключительно на чистой спекуляции. Затем прошло 2 года падения аккумуляции, чтобы покинуть этот падающий тренд. Рыночная капитализация Cardano во время прошлого Bullrun'а составляла около 30 миллиардов долларов. Для сравнения, Ethereum в этот же период сделал капитализацию около 140 миллиардов долларов. То есть разница почти в 5 раз. Просто подумайте, что если рынок будет поддерживать бычью тенденцию и дальше, и ничего невероятного не произойдет с Cardano, тогда его токен может очень легко вырасти до 1 доллара менее чем за 1 год, что в данный момент составляет около 8 иксов от текущей цены. И это уже очень даже неплохо. Не правда ли? У Cardano все еще очень много пространства для развития. А если мы рискнем представить, что в этом цикле Cardano дорастет до 5 долларов, это будет означать, что его капитализация составит около 150 миллиардов долларов, как у Ethereum в прошлом был ранее. Конечно же, в этот раз такого не произойдет только лишь на спекуляциях. Единственный способ достичь такой цены в данном цикле, если Cardano внесет планируемое обновление в течение следующего года, и его блокчейн будет расширен сотнями децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Если мы все еще будем наблюдать отсрочки, если мы увидим, что таких приложений будет выпущено совсем немного, конечно же это повлияет на будущий рост цены. И скорее всего она доберется только до 1 доллара, а не 5. Лично я считаю, что в 2021 году Cardano удивит очень многих, так что не спускайте с него глаз. Как вы считаете, какая цена будет у Cardano в этом цикле? Напишите в комментариях. А меня зовут Богатищий Ди, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Если я увижу, что этих лайков будет много, я начну снимать больше роликов не про биткоин и не про риппл. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать все уведомления, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатеете. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok